Взрыв в жилом доме в Урпине под Киевом. Четверо пострадавших, двое из них в очень тяжелом состоянии. Уже известно, что причина это утечка газа и что в момент взрыва газовики работали на месте. Почему не предотвратили трагедию, узнаем от Юлии Жешко. Трагедия произошла около трех часов ночи. Пострадали две квартиры. Четыре человека получили сильные ожоги, двое из них сейчас в реанимации. Очевидцы утверждают, что запах газа еще со вчерашнего вечера чувствовался даже в соседних домах. Газовую службу вызвали за два часа до происшествия. Однако взрыв случился еще до того, как рабочие нашли утечку. Приехали и начали искать, где эта течь газа. И где-то к трем часам ближе взорвалась там квартира. Бабушка и еще одна женщина. Еще двое пострадавших – молодая пара. Все они жили на первом этаже четырехэтажки, как раз над подвалом, который взорвался. Софию запах газа разбудил среди ночи. Две женщины очень сильно кричали. И приехала только скорая и газовая служба. А уже очень рано утром приехала полиция. Местные власти, как и полиция, комментировать что-либо отказались наотрез. Удалось лишь вырвать несколько фраз из телефонного разговора с начальством. Газ рванул. А вот представитель газовой службы сообщил предварительную версию произошедшего. Скорее всего, было пошкоджено газопровод при проведении земляных работ. На жаль, трешечки раньше, то можно все остыть. Территория, прилегающая к дому, полностью оцеплена. А жители в безопасности, сообщает представитель ГОСЧС. Хлопцы сразу организовали эвакуацию. Было эвакуировано 27 человек. Моженцы переселены в готелю «Украина». Но я же говорю, если до конца этого дня работы не закончатся, то они будут переселены. А вот о судьбе пострадавших сообщили в городском госпитале. Был установлен диагноз термические опеки по ломбям. Одной женщине 100%, другой женщине 90%. На жаль, враховывая процент опеки, прогноз тут сомневный. Пациенты с такими тяжелыми травмами, признается врач, в Бучанскую больницу еще не поступали. Юлия Жешко, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интер.